Избили, похитили и стали требовать деньги. В подмосковном городе Ступино полицейские разоблачили банду вымогателей, выходцев из Узбекистана. Они взяли в заложники своего земляка и за несколько часов успели превратить его жизнь в ад. Чтобы выбраться из плена, заложник был вынужден согласиться на все требования бандитов, но как только оказался на свободе, пошел в полицию. Все подробности у Любови Фомичевой. Бойцы спецназа штурмуют квартиру в подмосковном ступени. По оперативной информации, здесь живет один из злоумышленников, который вместе со своими товарищами пытался в прямом смысле слова выбить деньги из своего земляка. Установлено, что злоумышленники, находясь на улице Калинина, насильно посадили в автомобиль 26-летнего уроженца республики Узбекистан и привезли его в квартиру, принадлежащую одному из нападавших. Незаконно удерживая мужчину более недели, они требовали передать им 220 тысяч рублей. Жертву постоянно избивали и угрожали расправой. В итоге молодой человек сдался и написал бандитам расписку. Якобы он действительно должен им денег. Но на этом злоумышленники не остановились. Потом заставили мне звонить родители домой в Узбекистане и сняли все видео, отправили то, что я должен, что 5 суток отправьте деньги и возьмите свою семью. Как только злоумышленники молодого человека отпустили, он сразу пошел в полицию. Подозреваемых стражепорядка вскоре задержали. Злоумышленники уверяют, в этой ситуации они жертвы. За что вы задержали сотрудники полиции? Делал человек хорошо. Он на машину был просил, потом на билет был просил, потом отца у него там операция важна была. Просил. А вот этот мужчина и вовсе утверждает, что считал потерпевшего своим лучшим другом. Какое-то время они даже вместе снимали квартиру. Во всей этой истории теперь придется разбираться следователям. По статье вымогательства уже возбуждено уголовное дело. До суда злоумышленники будут сидеть в СИЗО. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям. Любовь Фомичева, Арсений Лариохин, Петровка, 38.